Итак, ну что ж, Ария Ру, мои маленькие любители, покушать, и это всеми любимый фармисимулятор 22. Я уже, в принципе, писал постсообществе на эту тему, и я думаю, те, кто следят за каналом, уже в курсе, что между сериями, а именно между прошлой серией и вот этой, прошло примерно 3 игровых года. Прошло так много времени, но все принесло свои плоды. Во-первых, вы можете видеть то, что у меня сейчас 780 плюс тысяч долларов на руках, и у меня полностью отсутствуют здесь какие-либо кредиты. Также вы можете по графику видеть то, что примерно в год у меня получалось зарабатывать 700 тысяч, и вот так вот потихоньку, помаленьку, мне удалось накопить 780, но казалось бы, должно быть гораздо больше, ведь мы в прошлой части, мы с вами строили целый завод, но, к сожалению, все так радужно. Завод мы строили с вами вот здесь вот, и сейчас здесь его нет. В принципе, здесь ничего нет на этом поле, и на это есть свои причины. А причины банально в моей войне с ландшафтом и нежелании игры как-то мне подчиняться. Вы можете заметить здесь вот изначально какой-то масштаб неровный, он здесь неоднородный, то есть здесь есть возвышенность, тут какие-то бугорки, и снова падение с этой возвышенности, и все это не очень благоприятно для самой игры. Когда я ставлю здесь какой-то объект, и, допустим, меняю как-то ландшафт, то при перезаходе в игру, игра кладет болт на мое изменение ландшафта и оставляет все как есть, а объект остается висеть в воздухе. Первый год я честно пытался здесь использовать ферму, здесь даже остались следы от моей вот этой вот силосной формилки, здесь честно пытался использовать биогазовый завод. Но, как оказалось, для меня было очень сильной неожиданностью, то что, несмотря на всю, казалось бы, эффективность этой биогазовой системы, она имеет кучу минусов, которые просто не могут соревноваться с ее производительностью. Один самый гигантский просто минус этой биогазовой системы в том, что она чересчур медленная. Если я вот здесь вот даже буду пытаться сейчас построить биогазовый завод на 99 киловатт, он будет в себя вмещать какое-то определенное количество сырья, и он будет перерабатывать это меньшее количество сырья в единицу времени. И, в общем, то, что за год он не успевает переработать весь силосный бункер. Ждать по дням это невыгодно, и в итоге мы просто сталкиваемся с такой проблемой, то, что это просто большая трата денег. И если мы будем пытаться закинуть из одного бункера все биогазовый завод, в то время как биогазовый завод будет просто все это перерабатывать, то у нас просто поле будет стоять и не работать, и мы будем, возможно, терять какие-то деньги. Я пришел к тому, что эффективнее, на мой взгляд, будет использовать сразу два силосных бункера. Я пока что не использовал их в связке с биогазовым заводом, потому что мне банально не хватает денег, а строить маленький биогазовый завод я не вижу вообще никакого смысла. Как я уже убедился на своем личном опыте, это полностью провальная идея, и оно мне абсолютно не надо. Весь год мы возим сырье в биогазовый бункер, грузим его, форментуем, накрываем полиэтиленом, и потом уже продаем в биогазовый завод там вне зависимости от времени. И весь следующий год у нас происходит коска сена и загрузка в этот бункер. И он будет добиваться до тех масштабов, пока у нас все-таки не загрузится и не выгрузится весь вот этот вот бункер. И так по кругу это будет все происходить. Насколько это эффективно, я не знаю, надо будет это все проверять, и проверять это нужно будет в первую очередь на большом биогазовом заводе, но как только мы накопим деньги. Кстати, вот вся та система, о которой я говорил, то что изменение ландшафта. Я построил вот эти вот силосные бункеры, не меняя ландшафт, я просто их построил. И вот что мы можем видеть. Перепад высот, и все это выглядит безусловно некрасиво, но самое печальное, что происходит в нашей ситуации, это банально тот факт, что мне будет неудобно на машине отсюда съезжать, как-то выезжать, с этими погрузчиками будут определенные проблемы, и, соответственно, все это накладывает определенные сложности. Но не об этом сейчас, это все как-то можно, наверное, решить. И если вы знаете способы по решению данных проблем, то я буду рад вашим комментариям и вашей помощи под этим видео. Но пока о следующих изменениях. Как вы можете понять, я, в принципе, купил вот это вот поле. Оно не такое дорогое было, оно стоило здесь всего каких-то 78 тысяч, что не очень много. Вот это поле предыдущее, оно, конечно, здесь больше с этим никто не спорит, но есть один большой но. Тот факт, то что оно очень неровное. А если бы я нормально мог редактировать ландшафт, то проблем бы с этим не было. Поэтому я и вынужден был купить вот это вот маленькое полюшко. Также по изменениям вы могли, наверное, заметить новое изменение в автопарке. Это вот этот вот трактор. Новый трактор, который я здесь себе позволил, он также средний. По-моему, у нас был Fendi, это я купил вот это вот R6250. С большими улучшенными колесами, которые вот у нас здесь стоят. И он нужен нам по большей части. Я его использую как ферментацию бункера, как сборщик всего урожая, как косилку. И в то время, как бот сидит у меня на тракторе и что-то косит, на втором тракторе я могу также возить. Также я могу что-то на нем косить. Также я могу на прицепах ездить. Выполнять ту работу, которую бот выполнить не может. И это, на мой взгляд, самый наилучший выход из данной ситуации. Да, я немножечко на него потратился, но так как я все-таки его покупал в БУ-варианте, я думаю, ничего страшного в этом нет. 150 тысяч мне, по-моему, ушло на его апгрейд в том числе. Также за кадром я поставил себе модификацию на GPS. Очень полезная модификация. И в следующий раз, когда мы будем заниматься чем-нибудь подобным, например, косить траву, и нужно будет включать, когда это мой GPS, я обязательно расскажу и покажу, что он делает. Сейчас, получается, мое прохождение уперлось в несколько вариантов. То, что мне нужно банально откуда-то брать деньги. А постоянно косить поле, как вы понимаете, это очень нудно. И, в принципе, это зачем, если у нас есть куча разных вариантов, как можно увеличить заработок наших доходов. Я у вас в сообществе уже спрашивал на эту тему, и вы сказали то, что вам безумно нравится тема пассивного заработка доходов. Вы можете видеть то, что здесь у меня стоит уже солнечная панелька, которая производит мне деньги, не сильно на что-то жалуется и очень даже эффективно здесь что-то вырабатывает. Таких полностью пассивных источников дохода здесь куча. Они находятся в платке производства в виде генераторов. И здесь у нас есть вот такие вот источники. Есть большая ветровая установка, которая должна нам приносить 67 тысяч. И стоит она, соответственно, 750 тысяч. У меня на нее как бы хватает. Но я почитал на формах, и вообще, я хочу с вами проверить этот небольшой нюанс. Возможно, я потом построю еще одну большую ветровую установку. Но я хочу с вами отказаться от ветряка. Но есть все-таки несколько аргументов в эту пользу. В игре есть такое понятие, как ветер. Вы можете сейчас на карте видеть то, что есть понятие дуновения ветра. И интенсивность этого ветра меняется в течение дня, в течение месяца. Соответственно, это будет влиять на заработок. Ну а вот солнечная панель вырабатывает независимость от ветра. Она вырабатывает, покуда есть солнце. А солнце светит больше, чем дня. Осадки и прочие погодные ненавистные условия не особо сильно будут влиять на эту тематику. И ввиду следующих обстоятельств, я планирую начать производство именно солнечных панелей. Да, их нужно будет поставить больше. Да, возможно, они как-то будут неэффективно работать. Но мы с вами здесь для этого и собрались, чтобы поэкспериментировать. И чтобы узнать, зачем все это нужно. Я предлагаю здесь вот все-таки между силосными бункерами размещать. Как раз у меня по одной штучке здесь влезет. Я хочу здесь небольшое количество разместить этих панелей. Так, чтобы у меня хватило на дальнейшие мои планы, которые у меня здесь могут возникнуть. Я их поставил ровно 8 штучек. Я думаю, то что месяц мы с вами свободно можем подождать до того момента, когда у нас эти все солнечные панели выйдут на необходимый нам уровень. У нас с вами таким образом после их размещения осталось 33 тысячи. По идее, эти солнечные панели должны окупить себя ровно за год. Если нет, то будем их сносить и будем строить ветряк. Да, я теряю при этом много денег. Так же много, как я потерял при сносе биогазового завода. Но я опять-таки повторяю то, что мы с вами здесь экспериментируем. И без экспериментов ничего у нас не выйдет. Я мог бы покопаться в файлах игры, но это будет не так интересно, согласитесь. Так вот, какие же у нас есть еще источники пассивного дохода? Насколько мы знаем, есть еще у нас очень увеликательная вещь. Только ее нужно найти. Теплицы. Они очень дешевые до безумия. Вот эти вот особенно большие теплицы. И я могу их разместить приемливое количество. Вот здесь вот у нас есть как раз поле, на котором это можно сделать. У нее есть две здесь стороны. У нее есть, получается, с правой стороны загрузка, выгрузка. А с левой стороны я вижу то, что ей нужно поставлять воду. У меня хватит пока что с вами только на одну теплицу. Но ничего страшного. Хотя бы одной штуки, я думаю, будет достаточно. И вот эти самые теплицы. Хранилище пусто, это понятно. Но я могу зайти уже в цепочку производства. И могу здесь выбрать, что я буду производить и сколько количество. Я бы хотел производить здесь салат. И также я салат ставлю сразу на продажу. Можно хранение, а можно сразу продажу. Салат это самый эффективный, насколько мне известно, способ зарабатывания денег с помощью теплиц. Поскольку он приносит нам наибольшее количество пассивного дохода в самые изначальные продажи. Можно было бы ставить бесспорно какие-нибудь помидоры или еще какой-нибудь вид заработка с этих самых теплиц. Но это будет, опять-таки, менее эффективный способ. И нам нужно будет заморачиваться с погрузчиком. И все мы прекрасно знаем, какие они здесь очень сильно эффективные и не забагованные. Цистерны, в которые мы могли бы грузить с вами воду. Да? Самая дорогая цистерна здесь стоит 68 тысяч. Дороговато, я вам так скажу. Поэтому я, пожалуй, куплю хотя бы вот за 9. Ну, пока да. За 9500 мы с вами эту технику купили, конечно. Наши финансы сейчас не позволяют сделать большего. Но хотя бы уже так. Вообще, по-хорошему, в будущем, когда появятся деньги, естественно, я закуплю себе что-нибудь типа большой-большой машина грузовой. И уже этой машиной буду себе возить воду. А то трактор имеет слишком маленькую скорость и маленькую, соответственно, эффективность. Но как раз мы пока что и делаем с вами все возможное, чтобы выйти на стабильный заработок этих самых финансов. Вот эта бочка с водой, которая должна у нас хранить воду. Я надеюсь, что этой одной бочки хватит на одну теплицу с водой, по крайней мере. Но сейчас мы это с вами и узнаем. У нас как раз вот здесь вот где-то под боком есть озеро, в котором мы могли бы бесплатно наполнять цистерну этой водой. Она сама наполняется замечательно. Нам не нужно ничего дополнительного делать. Тю! И таким образом мы едем обратно домой. Но учитывая то, что она даже вот такая вот маленькая цистерна наполняется так долго, то что же будет дальше? И дальше, возможно, чем больше цистерна, тем дольше она будет, естественно, заполняется, что не очень-то и классно, наверное, будет. Конечно, классно было бы, если бы вот этот вот колодец был с водой, и мне не приходилось бы каждый раз так далеко ездить. Но, увы, мы будем действовать пока только таким вот образом. Так, мы сюда приезжаем. И пошло заполнение. Замечательно. У нас, получается, одной цистерны не хватило, да? У нас хотя воды 7000 литров, а сама бочка вмещает примерно 6 с лишним, да? Ну ладно, это ничего страшного. Хватит на какое-то время, я думаю, и вот эту бочку можно будет продавать. Потом я куплю, конечно, более лучший вариант. И все. И пока пусть просто теплица работает, хотя бы вот в таком вот полупассивном варианте. И так как делать в этот месяц мне ничего не осталось, мы с вами его просто берем и проматываем. Чтобы сразу определить для себя несколько направлений дальнейшего развития. Например, сколько мне сейчас интересно заплатят за вообще все солнечные панели, которые я расставил. И уже в апреле, месяц, который сейчас настал, у меня будет возможность скосить траву, которая у меня здесь выросла. Видели мы строку доходов, но это, конечно, все классно, но я хотел бы посмотреть более доходчиво. Доходы от недвижимости. В декабре, в январе и феврале мне приходило по 2, а в среднем по 1000 долларов. В зависимости от месяца, в зависимости от освещенности, у меня была построена одна солнечная панель, которая приносила мне столько денег. Сейчас все солнечные панели вместе мне приносят 34 тысячи. 34 тысячи, но давайте возьмем и округлим до 30. Я потратил примерно 750 тысяч на все это безобразие, то есть на все солнечные панели. Ну плюс-минус, конечно же, возможно где-то больше, возможно где-то меньше. И в итоге, благодаря небольшим математическим расчетам, мне удается вычислить то, что за 25 месяцев, то есть, грубо говоря, за 2 года, мне удастся окупить все эти панели, и они начнут зарабатывать сами на себя. Я буду уходить в дикий плюс. Ну, я скажу так, то что статистика меня безусловно радует, да, конечно, это не год окупаемости, но уже что-то. Уже хорошо, даже учитывая тот факт, что в какой-то год они будут приносить чуть больше, в какой-то чуть меньше, значит, просто будет мне гигантский буст, гигантское облегчение в плане заработка, потому что планы на серии, которые я планирую, они тратят гигантское количество времени, учитывая тот факт, что планы, как всегда, я строю наполеоновские. Сейчас мы будем с вами косить траву, потому что она уже выросла в очередной раз. Я вот удивляюсь, как мне силосом все это занятие еще не задолбало окончательно. И пока я еще не начал траву косить, я хотел бы посмотреть, что у нас там по салатам, и как у них там дела. Вода потратилась 2000 литров, как раз можно будет на вырученные деньги купить большой прицеп, и на нем уже воду возить сюда, и салат либо не успел еще вырасти, либо еще не созрел, но ничего страшного. Я думаю, со следующим месяцем мы либо купим побольше теплиц, либо пока что займемся этой теплицей, чтобы ее полностью уже оптимизировать. Ну а сейчас я, как говорил, хочу немножечко показать, как происходит у меня рубка травы. Здесь с недавними изменениями в модификации здесь. Сначала нужно включить GPS, то есть Alt-C, потом использую Ctrl-S, латинское, и мы здесь видим интерфейс, который позволяет оптимизировать нашу рулежку и поможет банально только в подруливании. Я здесь включаю разметочную полосу, включаю автоподруливание, включаю автоширину здесь себе, дальше я включаю себе A+, устанавливаю себе направление, и вот у нас как раз здесь сразу появляются линии, а мне же остается только в таком варианте завести всю машину, чтобы она работала, и включить автокруиз. Все, он сразу пошел все это безобразие косить, и сразу пошел складировать после себя аккуратную идеальную линию. Это безусловно плюс, спасибо комментаторам, которые подсказали мне то, что у моей системы косилки есть такая возможность, это позволяет безумно экономить время, и в принципе вот так вот происходит все косение травы. Все три года прошли примерно вот за однотипным вот таким вот занятием, которое здесь у меня происходит, и здесь не появлялось ничего нового, просто кашу собираю, кашу собираю, и так постоянно, пока не надоест. Ну а я предлагаю вместе с вами встретиться после уже скользки, и перейти ко второму заходу, чтобы показать, что происходит именно между заходами, потому что это еще не менее интересно. Ну вот и как всегда прошло какое-то количество времени, и все поле успешно скошено, и уже я немножечко тут прошелся, и уже удобрил все это безобразие. Теперь же мне ничего другого не остается, как купить непосредственно то, что мы хотели с вами, цистерну, с помощью которой мы будем ввозить жидкость, то есть воду, во все наши теплицы, которые мы здесь с вами растим. Но прежде чем покупать, казалось бы, надо бы сначала вот это все, казалось бы, вот эту всю траву, которую мы здесь накосили, нужно бы вывезти и в силосные сборщики положить. Но мы с этим не будем с вами спешить, и чуть позже расскажу почему. Вообще до сих пор единственное оборудование, которое для воды я нахожу, оно находится в разделе для животных, что очень странно как бы, да? Ну ладно, не мне это судить, самый большой здесь это 68 тысяч, опять не хватает нам немножечко, печально, ладно. Я думаю то, что еще месяц мы подождем без проблем, и сразу купим самый большой прицеп, не будем довольствоваться малым, и в любом случае мы сейчас отправляемся целенаправленно ожидать еще какое-то время, когда у нас снова вырастет трава, и когда мы снова заработаем какое-то количество денег. Этим мероприятием я еще, наверное, часто буду заниматься, пока полностью не накоплю на биогазовый завод, который мы с вами так давно хотим купить. 43 тысячи в этом месяце уже нам принесли ветряки, несомненно, замечательно. И тем самым на 107 тысяч, это прям очень классно. Мы на эти все деньги покупаем вот такую вот большую-большую емкость для воды, вот такую емкость за 68 тысяч, замечательно. И теперь к ней нужно, конечно же, купить что-то типа грузовика. Да, но они тут все очень дорогие, к сожалению. Я думаю, что купить его сейчас не представляется возможным, нужно будет копить какое-то количество времени. Но вообще я посмотрю, что они плюс-минус все одинаковые. Давайте попробуем вот это вот арендовать здесь себе, просто попробовать на нем поработать. Ну прикольно, он такого европейского более-менее стиля, но не знаю, как-то он выглядит очень странно. Я думаю, если я и буду покупать, то я куплю сразу себе самый дорогой, самый жирный, вот такого, американского стиля. Хотя и вот этот вот европейчик тоже выглядит достаточно симпатично. Мы с вами сейчас едем целенаправленно заполнять цистерну и направляемся потом в теплицу. Ну а салон, я так скажу, то что он классно выглядит достаточно. Дизитализированный такой, только я почему-то ручку КПП не вижу. Это очень странно, хотя как бы тут ручная коробка должна быть. Все, мы наполнились, уезжаем от Седова. Как-то странно все это работает, если честно. Почему если коробка ручная, то нету КПП? Ладно, я думаю то, что я просто оставлю сейчас эту цистерну там, пусть она в случае чего заправляет теплицу, и проблем с этим мы знать не будем. А когда накоплю деньги, соответственно, я и куплю себе какой-нибудь грузовой транспорт, чтобы вот эту воду туда доставлять и возить. Особенно, когда появится большее количество теплиц. Но что-то мне подсказывает то, что теплица это не особо выгодный бизнес, но я думаю то, что это неплохая инвестиция в будущее. Хотя бы потому, что с помощью теплицы в дальнейшем мы сможем перевести их на производство клубники. Клубника участвует, как ни странно, в дальнейших цепочках производства. Например, она нужна в тортах, которые являются чуть ли не самым эффективным заработком в этой игре, но, к сожалению, чрезмерно трудозатратным. Пусть заполняется, так. Салат, по идее, здесь уже должен быть готов. И потихонечку продается. Уже 1 литр. Неплохо. Цена за месяц 2 доллара, хотя всем везде пишут, но мне кажется, это где-то тут вранье имеется. Так, загрузка у нас прошла, 50% в боди осталось. Сейчас мы технику арендованную продаем и идем ждать до того момента, когда снова надо будет косить траву. В этом месяце 46 тысяч. Неплохо, даже замечательно. Что-то слишком как-то много расходов на 48 тысяч прибыли. Но нам в любом случае нужно сейчас еще одну ночь ждать. Я настолько преисполнился в количестве ожидания до следующего посева, до следующего сборки, то что уже буквально на глаз могу это определить. И еще 48 тысяч мы с вами получили с этого поля. И в этот уже месяц нам нужно это все собирать. Возможно, еще плюс-минус 2 раза получится за этот год собрать всю эту траву. Но мы просто сейчас берем этот трактор, который у нас непосредственно предназначен на то, чтобы косить. В очередной раз сюда встаем. Включаем GPS, который мы в принципе не выключали. Включаем всю производственную технику. Встаем сразу на автопилот. И идем снова косить. И как вы можете видеть, процесс скашивания травы идет просто невероятно классным образом. Мы сразу едем по тому полю, по которому ехали в прошлый раз. Таким образом у нас получается просто банально увеличивать объем травы в полосе, которую нужно будет в дальнейшем собирать. Опытным путем мною было выявлено. В такой вот полосе не может быть более чем 3 вот таких вот сходки. То есть 3 раза туда-сюда съездить. Все банально потому, что сборщик травы, который у нас вот в прицеп, не способен будет единоразово все это в себя вмещать. У него просто ширины рабочей области будет недостаточно. Ну а вот такими вот маленькими путями, вот такими вот маленькими шажками, постоянным вот таким вот ездением туда-сюда и кошением этой всей травы у нас получится зарабатывать приемлемые деньги. А к концу года, примерно за месяц до того момента, когда нужно будет силос продавать, это можно будет все уже собирать, помещать в силосную яму, уже в силосной яме уже все это ферментовать. А на следующий месяц, когда будет самая дорогая цена на силос, успешным образом продавать и получать свои заветные 700 тысяч за год. Ну а теперь будет мне гораздо-гораздо проще в плане развития, ведь мне сейчас идут просто колоссальные еще плюсовые деньги за производство и плюс-минус получается я буду получать еще сверху 400 тысяч только за солнечные панели. Ну и таким образом, я думаю, еще через два годка у меня получится накопить на биогазовый завод. А с покупкой биогазового завода, я думаю, пойдет все гораздо попроще, мне не нужно будет ездить на прицепе, продавать все это безобразие, и мне не нужно будет ездить так часто на прицепе и все это безобразие продавать. Что, конечно же, позволит мне реализовать себя в других планах, в других проектах, на которые требуется гигантское количество денег. Если у вас есть предположения по поводу терформирования, то, пожалуйста, пишите об этом в комментариях, я обязательно к вам прислушаюсь, мне будет интересно почитать, и в следующей серии я обязательно об этом расскажу, и нам всем будет об этом интересно. Ну, я думаю, то что пока на этом все, но я же продолжаю зарабатывать деньги в игре Farming Simulator 22. Ну и тогда в этом случае на этом все, всем спасибо, что смотрели, у микрофона было как всегда, ваш покорный слуга Мамору, еще услышимся! Субтитры сделал DimaTorzok